Время новостей на телеканале Север. Студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. 16 случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводят в региональном управлении Роспотребнадзора и Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО. Отборочный этап 7-го национального чемпионата «Обилимпикс-2021» стартовал в Наринмаре. Он проходит в очно-дистанционном формате в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. Живая встреча со зрителями. Хорошая новость из Дворца культуры Арктика. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Местный житель осужден за угрозу убийством. Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 119 Уголовного кодекса. Судом установлено, что в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений, выражая явные признаки агрессии, подозреваемый подошел к потерпевшей. С применением силы закрыл ей рот, большим пальцем надавил на шею, тем самым препятствуя нормальному доступу кислорода. При этом высказал в ее адрес угрозу убийством. Суд, согласившись с доводами государственного обвинения, признал подсудимого виновным и с учетом нахождения подсудимого под стражей назначил наказание в виде 118 часов обязательных работ. В настоящее время приговор не вступил в законную силу. За прошедшие сутки в НАО зарегистрировано 16 случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводят в региональном управлении Роспотребнадзора и Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2383 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки выздоровели 21 человек. В регионе зарегистрировано 46 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 199 человек. Из них стационарное лечение получают 50 человек, а амбулаторное – 149. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1034 человека. Напоминаем, что в Ненинском автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В НАО поступила вакцина от коронавируса «Пивак Корона». 1620 доз препарата доставлены на склад Ненинской окружной больницы. Теперь в регионе есть все виды российской вакцины от COVID-19. Напомним, «Пивак Корона» – вторая после спутника ВИ российская вакцина для профилактики коронавируса. Ее зарегистрировали осенью прошлого года. Она не требует особых температурных условий, благодаря чему ее проще доставлять в отдаленные сельские населенные пункты округа. В Ненинском округе вакцинация от коронавирусной инфекции проводится во взрослой поликлинике Ненинской окружной больницы и в центральной районной поликлинике Заполярного района. Вакцинация жителей сельских населенных пунктов осуществляется на базе сельских медучреждений по заявке местных медиков, которая формируется исходя из запроса населения. По состоянию на 5 октября прививку от COVID-19 сделали 15 865 жителей региона. Полностью завершили вакцинацию 15 244 человека. Записаться на прививку можно через портал госуслуги по короткому телефону 122 или по номеру 2103. В Ненинском округе накануне в торжественной обстановке чествовали учителей и воспитателей. Юрий Бездудный вручил педагогам поощрение президента России, государственные награды Российской Федерации и Ненинского округа. Торжественная церемония вручения состоялась в зале официальных мероприятий. С поздравлениями и словами благодарности выступил губернатор Ненинского округа. Не случайно говорят, что сегодняшние школьники, они завтра будут определять будущее нашей страны, нашего округа. Дорогие друзья, спасибо вам большое за ваш нелегкий труд. За то, что вы вкладываете в каждого ученика частичку себя. От всех родителей и от себя, как от губернатора, я вас поздравляю с праздником, Днем Учителя. И еще раз хочу сказать слова огромной благодарности за ваш нелегкий труд. Спасибо вам большое. На церемонии награждения были присвоены различные звания. Почетный учитель НАУ присвоен Тамаре Дуркиной, преподавателю начальных классов школы номер 3, а также учителю географии школы номер 5 Татьяне Каневой. Звания почетный работник образования НАУ удостоились преподаватель детской школы искусств Ирина Курилас и директор средней школы Андига Мария Пескишева. Почетный работник физической культуры и спорта НАУ присвоено преподавателю Наринмарского социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского Сергею Хабарову. Любовь с первой ноты. Наш следующий материал о семье Казицыных династий педагогов-музыкантов. Святую к музыке любовь. Они передают от поколения к поколению в своей семье и учат этой любви воспитанников музыкальной школы. О педагогах с большой буквы расскажет Ольга Русул. Старые фотографии. В них вся жизнь. Еще молодые родители, памятные моменты юности и уютные семейные вечера. От таких вот совместных просмотров воспоминания становятся еще ярче. На этом фото глава семейства Юрий Васильевич Казицын, известный в округе педагог и музыкант. В 70-е и 80-е годы он руководил детской школой искусств, стоял у истоков создания известного ансамбля «Северяна». На Наринмар он приехал по распределению работать учителем музыки. Здесь встретил свою судьбу. А на этом фото вместе с супругой Капитолиной Николаевной, которая тоже приехала в Наринмар по распределению, учить детей музыки. К слову, в детской школе искусств она проработала полвека. Сейчас пять ее выпускниц работают в этой же школе. Оба Юрий Васильевич и Капитолина Николаевна были преподавателями по классу баяна. Хочу сказать, что папа еще владел другими инструментами. У нас контрабас был из Германии, у нас была электрогитара, у нас была балалайка. И потом, когда папа пришел играть с «Северян», он сел за балалайку. То есть у нас даже были какие-то семейные маленькие вот такие концертики. И я вот в этой атмосфере росла. Семья часто бывала на концертах. Дома практиковали музицирование и сами ставили небольшие концертные номера. Родители и трое детей – Елена, Михаил, он не стал музыкантом, но отличный ветеринар. И Алексей. Буквально все в семье Казицыных было пропитано музыкой. В нашей семье вопрос о профессии не стоял. Потому что мы в этой семье росли с самых детских лет. Наверное, с пеленок мы слышали звуки. Вопрос о профессии не стоял, это подразумевалось. Потому что родители играли, да, и дуэтом, и концерт у нас родители всегда с пяти лет, практически с четырех. Елена Юрьевна выбрала музыку. Сначала неосознанно, но потом все крепче и крепче. Год от года понимала, что музыка станет и ее судьбой. Фортепиано войдет в ее жизнь навсегда. Потому что король инструментов. И возможности огромные. Рояль в переводе королевский. Возможности, инструменты огромные. И потом, когда я пошла в музыкальную школу, у нас не было класса скрипки. Папа, как директор, открыл скрипку, по-моему, только в 1975 году. Алексей Юрьевич, да? Да, в 1975 году. Да, так как и многие отделения, он открывал, будучи директором школы, он открывал струнно-народное и духовое отделение, духовых инструментов, и художественное отделение. И на тот момент, это был 70-й год, и у нас были инструменты. Портепиано, да, вот, и баян. Все. Младший из троих детей Казицыных Алексей – одаренный скрипач. Профессиональное знакомство с музыкой он начал в детской школе искусств. Потом талантливого подростка определили в школу для одаренных музыкантов в Петрозаводске. Ну, я в детстве был обычным ребенком, как-то не думал много каких-то музыкальных темы. Любил погулять, там, пообщаться с ребятами по дворе. Ну, обычно был школьник рядовой. И вдруг что-то меня осенило, когда я пришел в школу музыкальную. Что-то внутри во мне произошло. Что-то глубинное, такое переломное в сторону моей будущей биографии. Причем, вот, одна из этих вений – это, конечно, мои родители, их профессия, их род деятельности, связанные с детьми, с музыкой, с искусством. Впрочем, другого пути, пути без музыки у него и быть не могло, потому что все кругом, и самые близкие люди, родители и брат с сестрой – все жили музыкой. Но, пожалуй, самое яркое впечатление – выступление ансамбля «Северяна». Я когда ходил на их репетиции, я помню многие мелодии, обработки, которые мой отец создавал. Он был великий, то есть он был замечательный мастер оркестровки. Это было его призвание. Он был истинный самородок в этой области. И у него были очень красочные оркестровки, поверьте. Это не скромно. Это я, в самом деле, говорю, это реальный факт. Без ложной скромности – это, наверное, явление. Вот, наш папа, потому что он и школу установил, да, и отделение открывал. Самая великолепная игра. И вот, когда Алексей Юрьевич исполнил, да, концерт «Баха» с «Северяной», вот, это было здорово. После окончания консерватории Алексей Юрьевич вернулся в Наринмар, чтобы частичку своей любви к королеве инструментов, скрипке, передавать своим ученикам в музыкальной школе. Но мечтает он о сцене, выступлениях в большом оркестре. Общаться с инструментом – это очень такое глубинное, широкое понятие. Во-первых, да, постоянно чувствовать с ним контакт. Играть это, можно сказать, так банально звучит. Надо его чувствовать, надо с ним взаимодействовать, о чем-то размышлять. Успех любого профессионала, будь то музыкант, учитель, любовь к тому делу, которым занимаешься. И в семье Казицыных избытков любви к музыке никогда нет и не было. У них есть семейный секрет, как войти в четвертое музыкальное измерение, недоступное многим другим людям. И они делятся этим секретом со своими учениками. Я вот по телевизору, например, увидела, как другие ребята играют на скрипке. И мне просто так стало интересно попробовать это на своем опыте, так сказать. Ну, сильный педагог. Иногда бывает строго. Ну, так-то мне нравится. Очень сильно. Готовимся на конкурс. Гостяку сказки номинация «Юный концептмейстер». Я считаю, что детей нужно к музыке приучать с первых лет жизни. Потому что ребенок вольно-девольно развивается в среде, где окружает общество. Звуки различные. То есть надо, пусть песенку послужат по радио красивую, мама поет песенка колыбельная. То есть это знакомство начинается с таких ранних отцов, когда ребенок в таком нежном этапе своего развития. Я считаю, что музыка детей очень развивает, облагораживает. Она им жизнь может даже кардинально изменить. То есть это некий такой светлый мир, который всегда ребенку дает почву для светлого будущего в том числе. А я бы добавила, что вот если в семье родители слушают музыку, неважно какую, может это сам не играют, ребенок все равно потянется. Другой вопрос, как родители помогут ребенку в этот мир войти. Ведь проще ребенка отдать, ну и забыть, что ребенка отдали в музыкальную школу. А если родители интересуются ребенком, поддерживают его, не все может получаться с первого раза, да, нужна поддержка родителей. Если родители слушают музыку с ребенка, если ходят на концерты, дальше пластинки были, сейчас кассеты, то слушают какие-то кассеты с ребенком, он все равно будет в этом мире вращаться. Надо добавить, что следующее поколение семьи Казицыных, дети старших Елены и Михаила, также связаны с музыкой. Все окончили музыкальные школы. А в 2007 году Елена и Алексей создали творческий дуэт «Вдохновение». Выступают на концертах и окружных праздниках. Учат всех желающих слышать и слушать прекрасное. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Ну, наконец-то! Во Дворце культуры Арктика появились хорошие новости для зрителей. Одна из них – живая встреча с артистами. Когда пройдет первый концерт в этом сезоне и как на него можно будет попасть, расскажем в следующем сюжете. Открытие творческого сезона для артистов Дворца культуры Арктика прошло в онлайн-режиме. Впрочем, для местных зрителей появилась хорошая новость. Теперь они снова смогут увидеть художественные коллективы вживую. В связи с ослаблением ограничительных мер нам разрешена наполняемость зала 30%, но, разумеется, с соблюдением социальной дистанции между зрителями. И поэтому в новый сезон творческий, в живые концерты мы врываемся. Первая живая встреча со зрителем состоится 23 октября. Старт офлайн-концертом даст группа Rocket Play с постановкой «Жив». Вокально-театральное представление познакомит слушателя с жизнью и творчеством Виктора Цоя. Там будут продемонстрированы некоторые эпизоды зарисовки из жизни Виктора Цоя, которые неизвестны широкому зрителю. Например, источники его вдохновения, его любовь, любовная линия. Опять же, что сподвигло его написать ту или иную песню. Зрителя ждет несколько интересных, скажем так, открытий неожиданных. Ну и все это будет вместе на концерте. Приобрести билеты на концерт можно в кассах Дворца культуры Арктика. Также для комфорта зрителя теперь есть возможность купить билет на сценические постановки в онлайн-режиме. Также вот из приятных нововведений можем ответить, что в этом сезоне мы наконец-то реализовали функцию покупки билетов онлайн. То есть на концерт «Жив» уже продаются билеты. На нашем сайте размещена специальная кнопочка. То есть для зрителя это дополнительное удобство. Не нужно будет ходить в кассу. Можно там, где им удобно, купить билеты, выбрать место, которое им больше всего понравится. Но льготы не действуют при покупке онлайн. Более подробную информацию о новых нововведениях и новом способе покупки билетов можно узнать на официальном сайте Дворца культуры Арктика, адрес которого вы видите на своих экранах. Отборочный этап 7-го национального чемпионата «Обилимпикс-2021» стартовал в Наринмаре. Соревнования по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ненецком округе проходят с 4 по 17 октября. Участие в них принимают победители регионального чемпионата «Обилимпикс», который состоялся в НАУ в апреле. Отборочный этап проходит в очнодистанционном формате в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. Диана Мазанова – победительница регионального этапа «Обилимпикса» в компетенции «Художественная вышивка». Отборочный этап на национальный чемпионат происходит в России впервые. Почти полтора часа под прицелом видеокамер, так предписывает положение конкурса, а на стежок за стежком создает конкурсную работу. Своим результатом Диана осталась не очень довольна. Немножко, да, было сильновато. Попросили не отключаться. Где-то я забывала швы, и вот. Нет, это значит, интернет зависит, у меня не отключалось. Вот так вот. Там определенные швы должны быть, да? Да, определенные. Там указаны, какие швы ты берешь и вышиваешь эти швы именно. Участие в чемпионате «Обилимпикс» Диана принимает не первый раз. Классный руководитель однажды заметила талант девочки и помогла ей поверить в свои силы. Вышиваю рисунки разные, сложные, легкие. Всякие узоры тоже пытаюсь, сложные, пытаюсь как-то их вышить, чтобы они у меня получались хорошо. Все делаю как надо. На отборочном этапе Ненецкий автономный округ представляют 8 участников в 8 компетенциях по трём категориям. Все они победители регионального чемпионата «Обилимпикс», который прошел в регионе в апреле. Тогда на соревнования вышли 53 человека за право пройти в 7-й национальный чемпионат «Обилимпикс». В эти дни борются порядка 2,5 тысяч школьников и студентов из 85 субъектов России по 75 компетенциям. Представители нашего региона участвуют в вязании крючком, парикмахерском искусстве, изобразительном искусстве, художественном вышивании, в категории студенты в компетенциях, обработка текста, в категории специалисты, в компетенциях, обработка текста, вязание спицами и предпринимательство. Обязательно нужны такие конкурсы для детей. Тем более дети тоже хотят себя реализовать как-то. И непосредственно через компетенции много сейчас происходит. И вязание крючком, и вышивка, художественное вышивание, и парикмахерское дело. Потом они могут себя реализовать. Все задания участники соревнований выполняют под наблюдением экспертов в очно-заочной форме. А чтобы этого достичь, используется онлайн-трансляция. Время выполнения заданий в каждой компетенции свое, как и особенности организации рабочего места. Ведется прямая трансляция в YouTube. На нее подключаются множество регионов, в том числе основные идут это Москва и Питер. Там сидят эксперты, которые оценивают полностью правильность работы и технологичность всего обустроенного. По итогам отборочных соревнований будет определен состав команды региона на 7-й национальный чемпионат Обилимпикс 2021, который пройдет с 16 по 18 ноября этого года в Москве на ВДНХ. Добавлю, Обилимпикс – это международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года. В рамках движения проводятся конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат Обилимпикс проходит в России в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы. Повышение конкурентноспособности профессионального образования» национального проекта образования. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.